Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин, и мы снова в походе. И сегодня маленький, но очень полезный рецепт о том, как сохранить свежее мясо в походе. Многие скажут, ну зачем нам свежее мясо в походе, мы будем лучше есть тушенку. Но не все хотят есть тушенку, и тем более свежее мясо это не какой-то экзот в походе. Вполне его можно взять в поход, даже летом, даже когда довольно высокие температуры. И сегодня мы вам покажем, как сохранить свежее мясо, чтобы оно летом у вас не испортилось. Свежее мясо. Для этого мы перенесемся на кухню. Ну давайте посмотрим, как можно сохранить мясо в походе, чтобы оно хранилось дольше и не портилось. Способ простой. Здесь я уже заранее нарезал мясо, мы из него будем готовить суп, поэтому я нарезал его кубиками. Это экономит вам время в походе, вам не нужно будет нарезать мясо, не нужно будет пачкать посуду, и вообще с ним не нужно будет заморачиваться. Теперь мы берем термос, обычный термос, в котором мы носим чай, кофе, и внутрь запихиваем мешок. Внутрь запихиваем мешок, чтобы термос наш не испачкался. И в этот термос мы укладываем наше мясо. Мясо не пачкает термос, потому что оно в мешке. И нам не придется потом пить чай со вкусом мяса. Его даже отмывать после этого особо сильно не нужно. Нужно только сполоснуть горячей водой. То есть это такой довольно чистый способ. Вот так мы его запихиваем туда. Теперь, когда мясо уже внутри, просто берем пакет, закручиваем и перетягиваем его резинкой. Ну, этот кончик можно запихнуть внутрь. И мясо у нас получается упаковано в термос. Удобнее это делать с термосами с широким горлом, с такими пищевыми термосами, куда обычно наливают какой-то суп или еду кладут. Тогда можно таким образом хранить даже непорезанные куски мяса, целиком класть кусок мяса в этот термос и потом его оттуда извлекать. Ну и следующее действие, которое мы делаем с нашим термосом с мясом, это мы в открытом виде, это важно, кладем его в морозильник. И оставляем его. Лучше всего это делать с вечера, если вы с утра уходите в поход, вечером перед походом нарезаете мясо, складываете его в термос и запихиваете в холодильник. А с утра, когда вы уже уходите на маршрут, просто достаете этот термос из морозилки, закручиваете пробку, закручиваете крышку и уходите в поход. И таким образом мясо хранится несколько дней и не портится. Думаю, 2-3 дня оно точно выдержит в этом термосе заморожен. Вот такой вот простой способ. Ну вот, друзья, мы и перенеслись в поход. Мы шли сегодня целый ходовой день. Мясо с самого утра у нас вытащено из морозилки. И главное, чтобы оно разморозилось, чтобы его можно было достать оттуда. Иначе, если мясо не разморозится, оно может смерзнуться куском, и вытащить его оттуда будет сложно. Для этих целей вам лучше подойдут термосы с широким горлом, специальные пищевые термосы. Из них можно достать даже смерзше мясо. Из этого же нужно открыть его и подождать. У нас уже 2 часа стоит открытый этот термос. Мясо, по идее, уже должно было отмерзнуть. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Попробуем извлечь наше мясо на свет божий. Мясо через 2 часа после того, как мы открыли термос, чтобы его разморозить, холодное, как из холодильника. И, в принципе, уже из него можно что-то готовить. Таким образом мясо может храниться и не портиться несколько дней. 2-3 дня оно точно выдержит в термосе. К тому же термос внутри абсолютно сухой, не испачкан, не воняет мясом. И в него смело уже можно заливать чай. Вот такой вот не грязный метод хранения мяса в летних походах. Надеюсь, этот способ будет кому-то полезен. С вами был Владимир Чайкин. Таня снимала меня на камеру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. И ходите в походы, друзья. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!